Друзья, всем доброе утро! С вами Алена, как всегда, вы на моем канале. И сегодня мы с вами говорим в прямом эфире о психосоматике заболеваний позвоночника. Заболеваний, которые очень часто вы лечите посредством нетрадиционной медицины. И это работает на какое-то время, потом снова приходит обострение в вашу жизнь. И обращаясь ко мне в психотерапию, обращаясь ко мне на канал, вы находите ответы, которые сами можете применить в своей жизни. Поэтому, друзья, в прямом эфире, пожалуйста, лайки, комментарии, пишите то, как у вас проходит именно это. Потому что ваша информация полезна для других. Поехали! Спина, поясница, плечи. Причины, обычно, с которыми обращаются ко мне вот последнее время женщины. Груз, забот, проблем, которые ложатся на плечи и давят на спину. Финансовые трудности, проблемы в отношениях. Очень четко у женщины прослеживается сразу вот эта история. Как проработать, сразу говорю. Тут хочу написать о следующем. Есть ситуация, иногда знаешь, как быть, и нужен кто-то, кто подскажет. А бывает не знаешь. А бывает знаешь. Но есть решения, и их нужно найти и начать что-то делать. Когда решения нет, нужно иногда обратиться к другому. Бывают женщины упорные, упертые в том, что решение она должна придумать сама. Но пока она долго находится в этом состоянии, у нее корсет, зажим происходит позвоночника. Она ходит на физкультуру, она расслабляется. Но нифига не происходит. Почему? Нет решения. И если решения нет внутри, возьми его извне, у кого-то. И не мучайся угрызениями совести за то, что ты якобы обратилась за помощью. Если этот человек, которому ты доверяешь, с которым ты в крепких отношениях, это можно разово сделать. Мы не говорим сейчас про созависимость и другие такие тенденции. Выходим из жертвы и делаем вот эту историю делания, создания новой практики. Вторая причина. Женщина, мужчина слишком успешны. Очень много ответственности. Там, здесь, там, здесь. И приходит ко мне в практику мужчина 40 лет, бизнесмен. И вот болит, болит. Хожу к остоправу, хожу на мануальную, помогает, но временно. Почему так происходит? Потому что очень много всего, друзья, в жизни нужно решить. Там закрыть, здесь закрыть. И нужно быть достаточно в крепких, сжатых рукавицах. Как проработать? Вопрос сразу. Зачем мне столько всего? Могу ли, хочу ли я далее тянуть всю эту историю? Моя ли она? Какая в этом для вас лично вторичная выгода? Того, что я же такой, я же и там, и сям, и здесь. А в итоге мне больно, мне плохо. Ну, как обычно это бывает. Возможные варианты подтверждения ценности, нужности, важности, своей хорошести. Но ведь я хороший, друзья, я ведь хороший. Если это про вас, то разве сделать что-то уже одно, большая ценность? Иногда нужно делать что-то одно, но хорошо. Но позволить себе, когда ты привык масштабно, да, но тело уже не тянет. Психика уже говорит, остановись. Сложно остановиться. И здесь может проявляться вина перед семьей, перед другими. А как я дам заднюю? Я же должна, я хочу, я мог, я могла, почему сейчас устал? И что здесь важно? Учимся признавать свои ограничения, друзья. Ограничения есть у каждого. По здоровью, по финансам, по социальности. Они сейчас, они могут уйти, но сейчас, именно сейчас они есть. И не обращая на них внимания, ты себя инвалидируешь. Есть такая практика валидации. Валидации другого есть валидация себя. Инвалидация – это про то, что я не слышу себя. Если я валидирую себя, я понимаю, почему у меня там болело горло, и я там не дошел, почему я там не сделал. А когда я понимаю, что у меня была температура 38, но я себя за это очень сильно наказываю, что я не выполнил и не поставил галочку. Вот про ограничения подумайте, да, друзья. Эмоции про тебя. Что я делал не так? Кого я обидел? У кого было плохое настроение? Как проработать? Очень часто такая история. Я – центр вселенной. Все эмоции про меня, все чувства про меня. Если что-то у кого-то у другого не так, то пусть он расстраивается. И здесь это его, это мое очень сильно влияет на внутреннюю историю твоей психосоматики. Ты слышишь и чувствуешь только себя. Бывает, ты не видишь ближнего. Еще одна причина – отсутствие поддержки и помощи. Глобальная такая фишка, с которой я очень часто сталкиваюсь у женщин, у мамочек – это отсутствие помощи и поддержки со стороны ближнего. И здесь решается такая история. Беспомощность, беззащитность. Как проработать? Очень часто, когда ко мне приходят клиенты с таким запросом, мы в процессе работы приходим к тому, что на самом деле есть люди вокруг. И просто я не готов или не готова к ним обратиться. Я жду только от ближнего, от того, от кого я привык получать. Но на самом деле, если ты сейчас стоишь на трассе, везешь коляску, обратиться к мужчине, к другому, который способен чем-то тебе помочь – это норма. И если у вас нет навыка просить о помощи, это большой косяк и минус в вашу психосоматику. Потому что вы будете обвинять мир и себя, что он что-то не дает. Но идея в социальной коммуникации. Поехали дальше. Слабость и унижение. Все сам, сама. Откуда это? Формулируем установку и прорабатываем часто чувство беззащитности. И это из бессознательного. Дышим и возвращаемся к реальности. Я тут и все хорошо, все стабильно. Мне есть кому помочь. У меня есть люди вокруг. Я могу попросить и меня поддержат. Мы говорим о самовнушении. Оно тоже является частью вашей работы над собой. Частью работы с вашим подсознанием. Друзья, это очень мощная вещь. Когда ты знаешь, что мир открыт, мир друг, то тебе очень легко течь по жизни. Поэтому, друзья, сегодня вот эта тема про психосоматику зажимов позвоночника, психосоматику спины, одна из самых актуальных в моей последней практике консультирования. Поэтому ставим лайки, подписываемся, пишем комментарии и пробуем делать то, что я вам рекомендую. Помогло? Хорошо. Не помогло? Ищем далее информацию. И внедряем. Самое главное, внедряем в свою жизнь, друзья. Сколько можно просмотреть, но ничего не выполнить. Это очень важно. С вами была Алена, ваш психолог, блогер, человек, нутрициолог, как хотите меня называйте. Главное, чтобы вам было полезно. Жду вас в прямых эфирах, в консультациях и на своем канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok